Слава Господу, что мы принадлежим к той категории людей, которые осознают и понимают, что наша жизнь на земле, она временна и что с этим все не заканчивается, что после нашей временной жизни наступает вечная жизнь в нашем Боге. И вот Псалмопеец говорит, 38-й Псалом, 4-го стиха. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим». Интересные слова говорит Давид. «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою, подлинно совершенная суета всякий человек живущий, подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. «И ныне, чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя? От всех беззаконий моих избавь меня, не предавая меня на поругание безумному. Я стал нем, и не открывая уст моих, потому что ты сделал, садил это». Иногда нам трудно удержать свои уста, и мы говорим, все, я буду молчать, но, как говорит Давид, «воспламенилось сердце мое», да, и начал говорить язык мой, да, «мысли возгорелись». Да, пусть Господь нас хранит и поможет нам, чтобы мы контролировали самих себя. И интересный вопрос, с которым Давид обращается, салмопевец обращается к Господу. Он говорит, Господи, скажи мне кончину мою, да, и число дней моих, вот лично моих дней. Вы бы хотели бы знать число ваших дней? Ну, так примерно, да? Точно хотели знать. А вы не думали над тем, что в этом существует определенная опасность? И почему, не задавали вопрос, почему Бог скрывает от нас число наших дней? Чтобы мы каждый момент были готовы. Аминь. Чтобы мы каждый момент нашей жизни были готовы. Потому что, знаете, помните, раб, о котором говорил Иисус Христос, сказал в сердце своем, что «не скоро придет Господин мой». Что он начал делать? Пить, напиваться и бить. Таких же, как он. Или тех людей, которых были ему поручены. Поэтому, да, с одной стороны, хорошо знать, я думаю, что многие из нас читали или слушали или смотрели постановку «Только семь дней». Кто читал? Один, два, три, четыре. Советую, кто еще не читал? Или посмотрите, есть постановка «Только семь дней». Основанно на реальных событиях. И, да, вот человек узнал, что ему осталось жить только семь дней. Как он начал, как бы, налаживать отношения с своей семьей, своими детьми, своей женой, своими рабочими, подчиненными ему. Да, поэтому, вот, Давид молится так. «Господи, скажи мне кончину мою». Я думаю, что намерения у Давида были очень хорошие. И он желал быть готовым ко встрече с Богом. И, да, в этой фразе он говорит «Какой век мой?». Но из Библии мы знаем, какой наш век. Да, мы открываем Псалом 89, Псалом Моисея, 10 стих. Я здесь, мне это просто аллергическое, это не ковид. Не бойтесь, уже переболел. Да, дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их... Немножко неправильно сказали, перевод неправильный. Лучшая пора труд и болезни. Нет, лучшие дни проходят в суете и в болезни, в борении. Вот лучшие наши дни. Поэтому век человека, вот Господь определил, он будет... Он есть 70-80 лет. Мы знаем, как исключение, ну, есть такие долгожители, как сестра София Суражская. 105 лет. Ну, поверьте, сложно, уже сложно. Моей мамочке вот исполнится буквально через несколько дней, 94. Она говорит, домой хочу. Уже устала жить. Хочу домой к Отцу Небесному. Она насыщена жизнью, хотя прошла такой... Две голодовки прошла, войну прошла, да. Но, тем не менее, вот как исключение, люди иногда живут 90 и за 100 даже бывает. Но это исключение. Ну, и, вы знаете, 70-80 лет, плюс мы будем помнить, что какое время мы живем. И Христос сказал об этом времени. Я думаю, что именно об этом времени. Матвея, 24 глава, 7 стих. «Восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Я посмотрел дословный перевод, один из греческого. «Да, ведь будет же пробужден этнос на этнос, империя на империю, так что начнутся голодомор наряду с глобальной пандемией». Как пандемией, правильно, да? «И такие землетрясения против местности». Но статистика говорит, что вулканы очень активизировались. Можно сказать, там почти в 100 раз. Плюс землетрясения по местам. И глобальной пандемии. То есть, как бы это то, что охватывает всю землю, и мы видим, что эти болезни, они действительно охватывают. Они охватили всю землю. Был коронавирус, как он там назывался, да, сейчас он уже, омикрон, и все это охватило всю землю. Но дети Божии, я это говорю не с целью, чтобы, знаете, как сегодня вот любят эти блогеры, ну, так подавать информацию, так настрашить людей, чтобы они еще больше смотрели эти ролики. И они на этом зарабатывают себе деньги. Вы знаете, да? Что чем больше просмотров, люди зарабатывают до 10 тысяч долларов в месяц от того, как они подают информацию. Поэтому не спешите. Не спешите слушать непроверенную информацию. Очень много информации, которая сегодня подается только с одной целью, чтобы держать нас в напряжении и качать таким образом деньги. Они так зарабатывают деньги. Поэтому Бог отчитал нам определенное количество дней. Бог знает это. И в одном из переводов, кажется, Кулакова сказано, опять же, это 38-й псалом, 5-6-й стих. Господи, помоги мне уразуметь участь мою и смысл отсчитанных мне дней. То есть, понимать, для чего Бог дал нам эти дни. Понимать смысл их. Скоротечность жизни моей помоги понять и принять. Вот ты дал мне дни жизни всего в одну или две ширины ладони. Да? И век мой ничто пред тобой. Жизнь человека, как бы твердо он не стоял, лишь дуновение ветра. Очень быстро пролетает. Вспоминая, когда я был, вот как молодые братья, вот, да, и я думал, о, как еще много, много впереди. Столько планов. Жизнь пролетает. Очень быстро. Очень нравится мне 138-й псалом. Если есть Библия, откройте 16-й и 17-й стих. «Зарадыши мои видели очи твои, твои книги записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их». Кулаков, опять же, говорит. «Ты видел меня, прежде чем я родился, и в книге твоей записаны были все дни, отведенные мне, когда ни одного из них еще не было. То есть, для каждого человека Бог назначил дни. Сколько человек проживет на этой земле? Конечно, бывают ситуации, когда мы сами сокращаем свои дни. Как говорит Экклезиаст, 7-я глава, 17-й стих. «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Смотрите, Бог нам отмерил определенное количество дней, лет. Но человек может сам неправильным образом жизни, и мы знаем, что это может быть, человек сокращает свои дни. Иногда человек, ну как бы да, активно в кавычках вел свою жизнь, и он принимал различные допинги, и потом он лежит на смертном одре и говорит, «Господи, ну почему так рано?» Человек сам сокращает свою жизнь, потому что он любил удовольствие, он предавался греху. И Экклезиаст говорит, Соломон говорит о том, что не будь безумен. Зачем ты свою жизнь сокращаешь? Бог отмерил тебе определенное количество дней. Живи для славы Божией, радуйся пред Его лицом. Поэтому у Бога есть книга, в которой записаны все наши дни. Мы знаем, что, да, вообще у Бога пишется памятная книга о боящихся Его, и особенно о Его детях. Но, как говорит псалмопевец о том, что у Бога есть полная информация о том, сколько мы будем жить на этой земле. Интересно говорит, да, псалмопевец о том, что когда еще ни одного из них, ни одного из этих дней не было, Бог уже все записал в Своей книге. Знаете, я размещал над этим вопросом, и это успокаивает меня. Я думаю, что мы должны быть готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. И, как я сказал, что мы живем такое время, особо таких испытаний, потрясений, которые охватывают всю землю. И что делает лукавый? У него есть очень сильный инструмент, которым он держит людей в напряжении и в рабстве. Постаник Евреям сказано, что дьявол держал в рабстве людей посредством чего? Страх смерти. А в книге Откровения сказано о верующих людях, что они победили этого клеветника. И чем они победили его? Кровь агнца, слово свидетельства и очень сильное оружие, которое касается именно этого времени. Не возлюбили души своей, что? Даже до смерти. Хотя бывает, что и та же Господь наказывает даже своих детей немощами, болезнью и смертью, чтобы они не были судимы с этим миром. И таким образом их век сокращается, число дней их сокращается. Первое послание к Оримфинам, 11 глава, 29 стиха. «Ибо кто ест и пьет недостойно, принимает причастие недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, да, с людьми, которые не знают Бога. Господь может дисциплинировать, да, ложить на удар болезней, или даже допустить смерть в жизни человека. Только с одной целью. Чтобы мы имели участие в Его святости. Я задал такой вопрос, размышлял над этой темой. Ну, а все-таки, если человек заболел смертельной болезнью, и мы видим, что это происходит, и люди уходят с этой земли, да, раньше положенного времени. И мы имеем такой классический библейский пример. Один царь был. Помните, как его звали? Эзекия. Да? Мы откроем 4 книгу царств, 20 главу, и прочитаем с 1 стиха. «В те дни заболел Эзекия смертельно, и пришел к нему Исайя, сын Амосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Конкретно, да? «И обратился Эзекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим верно и с преданным тебе сердцем, и дел угодное в очах твоих, и заплакал Эзекия сильно». Исай еще не вышел из города, как было к нему слово Господне». Мы читаем в другом месте о том, что да, он обратился лицом своим к стене, и он плакал пред Богом и говорил с Богом, издевал свое сердце. И вот Исай еще не успел выйти из города, как было к нему слово Господне, новое слово, касательно царя Эзекия. «Возвратися, скажи, Эзекия, владыки народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень». Смертельная болезнь. Бог через пророка сказал слово. Это был истинный пророк, не такие пророки, как, знаете, есть сегодня люди, которые дерзают брать на себя и ответственность, и говорить, ну, я извиняюсь, разную чушь. Ну, такое говорят? Ну, просто думаешь, как люди не боятся Бога говорить, да, такие вещи. Да, и смотрите. «Вот исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням твоим 15 лет». Конкретно, да, сколько еще будет времени жить. «И от руки царя Ассирийского спасу тебя, и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия, «Возьмите пласт смокв». И взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. Бог таким образом иногда действует. Он может сказать, да, возьми пласт смоквы, или возьми какую-то траву, да, то есть все сотворил Господь, и он использует все эти средства, и иногда он подсказывает нам. «И сказал Иезеке Исаии, «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?» И сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней?» Иезеке говорил, ну, как бы вперед – это нету проблем. Я понимаю, что это все равно произойдет. Да? Легко тени продвинуться вперед на десять ступеней? Нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней. О чем это говорит? Солнце возвратилось. «И воззвал Исаия пророк Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней». Удивительно. То есть, мы можем взывать к Богу. то, что произошло с царем Иезекией, Бог проявил свою милость и дал ему еще пятнадцать лет. И мы знаем, что случилось. Родился, наверное, самый нечестивый царь, который совершал великие грехи и вел весь народ беззакония. Тем не менее, Бог дал ему пятнадцать лет жизни Иезекии. Поэтому, когда случается какое-то испытание, мы можем, мы имеем право взывать к Богу. Мы, я думаю, что будет правильно использовать все средства, которые мы можем действительно применить для того, чтобы выздороветь. мы должны быть готовы к встрече с Богом в любом момент нашей жизни, как мы уже сказали, да, но тем не менее, мы можем просить у Бога милости и дней жизни. Но тоже сейчас, в то же время, мы должны быть готовы смириться перед Господом, довериться Ему. Мы знаем, что наш Бог сверхъестественный, и для Него нету ничего невозможного. Абсолютно. Он может все. Именно с такой верой мы должны приходить к Богу, когда мы просим у Бога помощи. Но и в то же самое время мы должны быть готовы принять Его волю, потому что Он знает, что будет лучше для нас. Я записал себе такую мысль, живи так, как будто это последний день твоей жизни. Мне очень нравятся слова апостола Павла, где он говорит в первом послании к Оринфянам, да, он говорит о том, что, то есть нужно жить так, как будто, да, вот Бог тебе дает этот день. Живи Его так, как будто Он последний. Имеющий, как не имеющий, приобретающий, как не приобретающий. Поэтому Господь обращается к нам и говорит, будьте готовы, ибо не знаете, в какой час придет Господин ваш. Это поможет нам Господь, чтобы мы были верными Ему, чтобы мы были преданы Ему всем своим сердцем и доверились Ему. Потому что Бог, Он творит в нашей жизни и делает то, что действительно является благом для нас. Слава нашему Господу! Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты управляешь всей Вселенной. И это дает нам мир и покой в наше сердце, что все находится под Твоим контролем. Ты сказал, что даже ни один волос с нашей головы он не упадет, не упадет без Твоей воли. Господь, Ты делаешь все ко благу Твоим детям, Боже. И вся Вселенная, весь космос содействует тем, которые любят Тебя. Слава Тебе за это, Господи! В это время, когда люди в смятении, живут в страхе, в великом напряжении, Господи, Ты даешь мир сердца возлюбленных Твоих детей, потому что Ты сказал, что возлюбленному Ты даешь сон. Слава Тебе! Мы ложимся спокойно, мы встаем в упование на Тебя, и мы живем в этой жизни, Господи, и мы доверили Тебе всю нашу судьбу. Да будешь Ты благословен, да будешь Ты прославен наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.